Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Последнее время я выхожу редко, но метко. В данном случае, когда есть действительно какой-то эксклюзивный материал, о чем имеет смысл рассказать своим зрителям. И я вас хочу очень сильно удивить. У меня сегодня будет реально эксклюзивный материал. Мне позвонил Юрий Моша и сделал предложение, от которого невозможно отказаться, дать эксклюзивное интервью для моего канала. Постараемся мы это сделать в таком нейтральном формате, но если вы захотите что-то прокомментировать и написать какие-то вопросы, под этим видео, warmly welcome, заключением только каких-то оскорбительных сообщений и соответственно с нецензурной лексикой. Все остальное можете писать, у нас полная демократия. Я со своей стороны что-то буду комментировать, но если Юра там зайдет и посмотрит это видео тоже, что захочет написать, то соответственно это на его собственное усмотрение. Юр, привет тебе, слово. Да, привет. Из моих людей, кого я лично знаю, ты по-моему четвертый человек, про кого писала служба BBC новостей. Потому что это очень редкое событие, но надо было отличиться, попасть в эти новости. Я естественно говорю в нейтральном контексте, потому что, зная, что в ту ситуацию непростой, в которую ты попал, большинство, наверное, русскоязычного ютуба не применило кинуть кусочек грязи или еще чего похуже. Потому что русская соушисти достаточно токсична и я на себе это прочувствовал. Расскажи, как дошел до такой жизни? Ой, слушай, ну все бывает в жизни. У каждого человека может случиться беда. Ну, произошло. Как бы то, что произошло, то произошло. Я понимаю, что очень рад тебя видеть на свободе. Все-таки выпустили. Я так понимаю, ситуация с твоим делом еще не закончилась и это все еще будет как бы продолжать. Это закончилось, это будет долго. Я, к сожалению, не смогу комментировать само дело. Вот, все можно почитать в открытых источниках. Есть система Pacer. Можно зайти, почитать, посмотреть, что происходит. То есть, кто желает, правосудие тут в Америке открыто. То есть, то, что можно говорить, оно есть на сайте суда. Ну, в основном люди же как, обсасывают. Один блогер сказал, а кто-то потом его посмотрел, протранслировал, выложил свое видео со своими мыслями насчет того, что сказал один блогер и понеслось. В результате чего информация искажена. Может быть, то, что ты сочтешь нужным, ты расскажешь как-то вкратце, чтобы просто люди... Ну, сочтешь нужным. Да, это проблема вообще интернета. То есть, я читал про себя, что мне сто лет тюрьмы дадут. Я читал про себя, что меня депортируют в ближайшие три дня. Ой, что я только не читал. Ну, как бы, это все у людей происходит от нескольких причин, да. Первая – это хайп. Знакомое слово, наверное, всем, да. Вот. И говорю, что хочу, лишь бы смотрели, да. То есть, придумывают, фантазируют, клевещут и так далее. А вторая причина – это, ну, просто, действительно, человек, не разбираясь в теме, даже не то, что он там преследует хайпануть, оно просто. Ну, все говорят, и я говорю, да. Как бы, что-то там ляпают. И это все растягивается по интернету. Также есть просто недовольные мной, которые меня ненавидят. Это, там, какая-то часть адвокатов миграционных и какая-то часть конкурентов, которые, конечно же, сразу побежали в YouTube и начали снимать видео. Ну, кто-то нейтрально рассказал. Вот четвертая категория просто сообщила новости. Как и BBC сделано, допустим. Ну, это да. Но ты целую неделю был в топе. Целую неделю, а статья висела в топе. У меня специальный аппликейс стоит. До сих пор пишут, до сих пор там есть часть, ну, BBC не пишет, а часть блогеров, которые никак не успокаиваются. Они увидели, что у них взлетело видео с фамилией Моша, и они продолжают эту тему обсасывать любыми путями. Вот. В том числе и миграционные адвокаты, которым, на самом деле, это запрещено делать по адвокатской этике. В каждом штате есть лицензионный комитет, который регулирует деятельность адвокатов. И мы тут двум адвокатам написали письма, что подадим на них жалобы. Так они сразу эти видео поудаляли. Одна сказала, что я квартиру у кого-то Киргиза украл за 40 тысяч долларов. Вот. А вторая сказала, что я фальшивые документы печатал в офисе, создавал. Ну, придумали, просто придумали. Не, ну, это понятное дело. Я два года не вел свой видеоблог, потом открыл, чтобы почистить то, что написали. Схватился за голову. Откуда у людей такая фантазия? Буйда. Прямо так опытом подписали. Поэтому я не удивлен ни разу в том, что тебя обвинили. Хорошо, что ты только у него квартиру украл, а не изнасиловал этого Киргиза. Я бы ни разу не удивился по такому обвинению. Понимаешь, что, окей, есть не очень умные люди, которые пишут комментарии всякую чушь. Но вы же адвокат, но вы же лицензию получали. Неужели вы ради денег? Хотя же я это делал, делают ради денег просто, для того, чтобы забрать наших клиентов. Как у вас совесть позволяет такое делать? И как только замаячило, что можно штраф получить от рецензионного комитета, сразу побежали и удалили. Ну, естественно. Но ты же сам знаешь, бизнес такого рода достаточно в Америке ограничен. И люди рвут свой небольшой кусок одеяла на себя со страшной силы. Ты сделал серьезную компанию, которая рассматривалась серьезно всеми, кто более-менее вокруг этого бизнеса крутится. И тут, на тебе, самого главного слона выбили с рынка. Надо же бежать и дербанить весь рынок, пока есть возможность. Ну, это мое мнение такое. Ну, тем более, сейчас они же голодные все эти адвокаты. Миграцию закрыли с России. Лизы не получить, вот они и пытаются урвать что-то. Ну, кстати говоря, по поводу ситуации миграции. Я так понимаю, ты бизнес будешь менять и уже в этой области ты уже не работаешь. Ты что-то будешь другое искать. Мы не захотели это делать. То есть, как бы мне… На самом деле, знаешь, как оно одно с другим совпало. То есть, я хотел давно поменять сферу деятельности. То есть, я хотел оставить этот бизнес, но уйти из операционки. Потому что, ну, просто работать по 14 часов в день, без выходных, это очень тяжело. И мы росли, у нас там франчайзи добавлялись, там клиентов увеличивалось. И я больше и больше работал, выходных не было, семью не видел. И тут, когда мне сказала прокуратура, пока следствие идет, работать нельзя, ну, как бы, окей, хорошо. Вот, и я ушел. Я до этого уже начинал, за два года до этого уже случилось, я начинал делать новый проект. Это компания EPR, которая занимается электронным пиаром. Такая серьезная платформа. И сейчас я занимаюсь им, вполне доволен. Ну, тоже работаю много, конечно, это стартап, но не так, как во втором паспорте. И там, конечно, был вопрос на износ. Ну, хорошо, такой вопрос. Понятное дело, что пиар – это всегда пиар. А негативный пиар, он, с одной стороны, кому-то помогает, кому-то нет. Наверняка ты столкнулся с ситуацией, что после того, как и на русскоязычном телевидении в Нью-Йорке, и в интернете прошла информация о твоем аресте. Я думаю, что изрядное количество людей, с которыми ты общался, стали тебя шугаться и сторониться как прокаженного, и старались не отвечать на телефонные звонки, вообще ушли в глубокий отказ. Это так? То есть что ты по этому поводу скажешь? Да, это большой для меня был такой стресс, что люди, которые были близки, они вдруг перестали общаться. Ну, это такой, как бы, индикатор порядочности, наверное. То есть я потом понял, что кто есть кто, да, знаешь, как говорится. То есть я же не прокаженный. То есть нельзя было от меня заразиться и умереть. То есть это не значит, что если ты со мной продолжишь общаться, значит за тобой ФБР придет. Но есть люди, которые реально до сих пор дрожат. Ну, подожди, но большинство людей, вот, как бы, они именно так считают. Я вот, например, ради интереса, когда-то вот мне месяц назад, еще до моего отпуска, сделал предложение снять это видео, я сказал, ну вот, у меня скоро будет Юрий Моша, там, порой, людям, которые в умысле, говорят, что ты, Моша, ни в коем случае не снимай, за тобой придет ФБР, тебя прям сразу, ну, из страны. Такой, о, такой, вообще-то сижу, перевариваю, говорю, слушайте, успокойтесь, не надо эмоций, мне все так страшно. Ну, большинство людей, была именно такая реакция, вот, трех людей спросил, и вот такая, ну-ну-ну, держите, идем подальше. Ну, это же, как бы, исторически сложилось. Были, знаешь, племена, да, были вожаки племени, остальные были всегда где-то там в тишине, и они слушали вожака. То есть, то же самое, как бы, почему Путин легко управлять сознанием людей, там, политикам, да, не только Путину, почему Путину, но и то же самое, там, и в Америке. Потому что люди не боятся всего, они слушают каких-то там высоких чинов и так далее. Да, для меня это парадокс, на самом деле. Я не понимаю, чего бояться, странно. Ну, на фоне людей, которые от тебя отвернулись, все-таки, наверное, осталось какое-то количество людей, которые оказали помощь и все-таки как-то продолжили общаться. Остались, и есть даже люди, которыми я мало общался, они как раз пришли на помощь первыми, да, и знаешь, как бы, вот, хорошее переосмысление произошло вообще в своем окружении, на самом деле. То есть, какие-то плюсы от этого тоже получены были. Ну, твой новый бизнес, он уже будет, так понимаю, с новыми людьми, с новыми партнерами, я так понимаю? Или ты все-таки будешь что-то перетаскивать из своих старых структур? Ну, смотри, второй паспорт остался, старый бизнес никто не закрыл, он остался, просто офис переехал в Европу теперь. Ну, во-первых, и Америка тут закрылась сейчас, то есть, американский продукт просто продать невозможно. Плюс, как бы, ну, так получилось, что мы вообще, у нас была идея давно переехать в Европу, ну, не физически, а именно компанию перевести, чтобы главный офис был в Европе. Была идея Лондон, вот, потому что в Европу просто больше едут, и объемы европейской миграции, оно в разы было больше еще до того, как визы давали, вот через второй паспорт проходило клиентов. Но сейчас тем более стало больше, поэтому компания работает, и оттуда никого я не перетаскиваю в новый бизнес, там все люди загружены, и там много офисов в СНГ у нас, порядка 50, которые все работают. А это новый бизнес, да, и пиар, и там новая команда абсолютно, я сейчас набираю команду, мне не хватает людей, наоборот, мне нужны люди. У меня сейчас 18 человек работает в новом бизнесе, и еще человек 15 нужно брать, это большой-большой проект. Это ты про пиар-компанию имеешь в виду? Да, про пиар-компанию, поэтому второй паспорт, он сам по себе, он работает, я просто не директор, я владелец, но и то у меня местной пакет акций, там есть еще акционеры другие. То есть, как бы, люди там вложили деньги, они хотят получать прибыль, и так далее. То есть, это со мной не связано сейчас. Но проблем была, претензии-то выставили тебе или компании чисто для себя? Да, там второй паспорт компания никак не фигурирует, ни в обвинении, ничего. То есть, просто это там же, опять же, и захайповали, то есть, люди начали приплетать второй паспорт, в основном это конкуренты наши европейские. Вот там какой-то есть канал, такой Зарабичан, что ли называется. Он в Польше, он все время был недоволен, что мы ему наступаем на грабли, что он давно Польшей занимается. А тут опасной объем Польши сейчас у второго паспорта. И вот он сразу же написал заголовки, второй паспорт плохие, да, он хороший. Ну, обычная война компроматов. Ну да, я понял. То есть, получается так, что претензии были к тебе, а компания, и как бы ты всего лишь совладелец, или как бы там какой-то технический... Да, да. А сама компания осталась вроде бы и не при делах, и продолжает функционировать? Ну, они работают, у них 80 стран. Слушай, Новой Зеландия, Австралия, Корея, они очень активно занимаются. Конечно, то есть, там есть акционеры помимо меня, я там даже не генеральный акционер. А, вот так вот даже? Да, я продал акции людям, да. Ну, то есть, фактически, ты просто владелец этой компании сейчас, владелец какого-то количества каких-то пакетов акций с совещательным правом голоса и возможностью влиять на работу компании. Все, не более того. Сейчас это влияет, там очень толковый руководитель новый, я... То есть, ты от этого дистанцировался от бизнеса, фактически? Я дистанцировался, да. Я немножко, может быть, там по маркетингу какие-то вещи готов помогать, но, опять же, сейчас мне не до этого, то есть, я сейчас активно занимаюсь и пиаром, но просто некуда. Понятно. Ну, хорошо, миграция в Америку закончилась, я так понимаю, по ряду объективных причин, хотя потому что нельзя получить визу. Ну, раз у тебя из первых рук есть информация, куда сейчас больше всего люди бегут, вот так чисто? Польша. Польша? Польша, Чехия много, да, Прибалтика, Европа. То есть, туда еще есть возможность из России свалить? Да, да. По рабочим визам очень легко уехать, да. Потому что меня сейчас люди бомбардируют такими дебильными вопросами, да. Канада. Канада? Да. Канада сейчас вообще, она открыла, там что-то порядка 100 тысяч, что ли, они хотят в год иммигрантов привозить. Могу ошибиться в цифре, но в общем цифра очень большая. Ну, там же какая-то вроде упрощенная схема въезда в Канаду-то какая-то. Да нет, почему? Нужно тоже программы иммиграционные. Там очень много программ, там программы есть федеральные, есть программы провинции и так далее. Ну, в Канаду много едут. У нас много клиентов было. Слушай, а вот такой вопрос. Если сравнить три страны, они достаточно у людей над слухом. Канада, Новой Зеландия и Австралия. Это как альтернатива США. Люди многие, которым Европа не нравится, что в Европе сейчас творится, они эти страны рассматривают. На твой взгляд, какая из этих трех стран более, скажем так, предпочтительная, если проанализировать всю совокупность того, что имеется? Ну, я выбрал Канаду, потому что Австралию и Новой Зеландии это очень далеко. Ну, там тепло, там тепло и все такое. Ну, природа, наверное, да. Но все-таки природа для меня лично это не главный фактор. Я живу в очень плохом месте с точки зрения погоды и условий. Это не Йорк. Это ужасное место в плане, тут очень мало лета, постоянный дождь, холод, влажность высокая. Но я живу здесь 10 лет. Поэтому для меня погода не самая важная. Для кого-то погода важна. Понятно. Ну, кроме погоды, еще чем зарабатывать на жизнь, это тоже немаловажный момент. Ну, примерно, доходы примерно одинаковые. Канада, Австралия, Новой Зеландия, что-то примерно. На самом деле, везде в западных странах, ну, за исключением Швейцарии, может быть, Скандинавии, примерно доходы такие, равные. Но Канада русскому человеку как-то приятнее, что ли, не знаю. Ну, там даже климатическая зона, я сказал бы так, да, наверное. Холод, леса и… Ну, нет, конечно, кто любит холод и хочет… Тепло и хочет от холода избавиться, да. Ну, погода не столь важна. Я считаю, что важно, чтобы эта страна тебя приняла и все. Ну, да, я понял. Давай тогда перейдем к твоей книге. Ты обмовился, что ты какую-то книгу написал. Может быть, пару слов расскажешь, что это у тебя книга такая? Да, книгу написал. Книга вышла вот несколько дней назад из «Заттства ридера». И книгу можно купить уже на Амазоне, на Алиэкспрессе, на Алиэкспрессе, на Алиэкспрессе. Ну, на везде будет. А у тебя есть, случайно, пробника перед собой, чтобы чисто показать в кадре, как эта книжка-то выглядит? Да, она у меня еще не напечатана физически. То есть она печатается в типографии. Она сейчас вышла онлайн. А в типографии она будет напечатана к первому сентября, и где-то к пятнадцатому она придет в Америку. Поэтому у меня есть пробник книги моей жены. Ой, карандаши рассыпались детские. Вот. Ну, примерно будет чуть толще моя. То есть это то же самое издательство, которое мы печатали. Это вы в России печатали или здесь? В России. А, я понял. Печатали в России, да. И издательство российское, и коррекция делали в России. Ну, у нее она цветная, с фотографиями, а у меня она будет без фотографий, только обложка цветная. Ну, тоже в твердом переплете. Но, если кто-то хочет купить книгу, он может сейчас такие технологии, что можно в одном экземпляре даже напечатать. Да, Print of Demand, я знаю, на сайте есть. Да, только там мягкая будет переплета. Да, это без разницы. Да, мягкий переплет. Ну, я люблю книги в твердом переплете, не знаю, на любителя. А в твердом придет вся песня, что идет в Америку. Мы будем здесь как бы продавать в русских магазинах онлайн. Плюс раздарю многим. Можешь мне с автографом прислать, я коллекционирую книжки. Окей, я тебе пришлю, нет проблем, обещаю. Я тебе могу свою книжку прислать, не помню, присылал тебе или нет, но если нет, то пришлю. Наша гордость. Детские рисунки, что ли? Нет, это детская книжка, это мы с женой написали, иллюстрированная такая детская книжка с иллюстрациями. А ты печатал? Что? А где ты печатал? Я ее напечатал у китайцев. А, у китайцев. Да, мы полностью эту книжку шверстали. У меня видео есть на канале, так что это не в тему сегодняшнего разговора. Так что если ты не прислал, я ее еще и пришлю. Поэтому я удивился, что ты на руках не имеешь образца, потому что это можно достаточно... Ну, будет он, но видишь, просто не так все быстро. Книга в основном о жизни моей в России и о жизни в Америке. Ну, это автобиография. А название книжки, название? Она называлась... Называется «С гудзона выдачи нет», как вот была статья в Форбсе обо мне. Вышла большая статья еще, когда я только уехал. И это название статьи. То есть это Илья Жигулев, который последний видел живым Березовским. Березовского, такой известный корреспондент Форбса, он как раз интервью приехал к нему взять, а потом этот день Березовский повесился. Он приезжал сюда в Америку у меня интервью брать в 2012 году. И вышла статья в Форбсе, большая, много страниц, которая называлась «С гудзоном выдачи нет». И, так сказать, благодаря Илье Жигулеву я это название на книжку переложил. Понятно. Ну, хорошо, надо бы почитать тогда. Ты что-то про эту книжку хочешь рассказать зрителям? Ну, в книге очень много фактов про мою жизнь. Как у меня телевидение забирали в России, как я инвестиционный фонд потерял и уехал в Америку. Ну, как с властью боролся. У меня много же там историй, когда я там с губернатором Ткатьевым взаимодействовал, потом министр сельского хозяйства был. Там громких очень много имен, с которыми я так или иначе пересекался. Там и Познер есть, и Лесин, бывший министр печати, и Скорбогатико-Пономаренко такие, долларовые миллиардеры. Местная власть, там мэры российские, которые сменялись. Я же в бизнесе с 1995 года. Пошел и бандитов, и все от начала до конца. Я думаю, очень старин. Хорошо. Ну, а что будет про американскую часть твоей жизни? Там что-то есть по поводу... Чуть поменьше, наверное, потому что я тут меньше живу все-таки в Америке. Десять лет всего. В России больше тридцати прожил. Ну, я рассказал, как я приехал, как я легализовывался, как я компанию построил. Какие-то вещи вообще про Америку, как в Америке жить. Понятно, понятно. Хорошо, еще такой вопрос. Когда ты мне позвонил с тем, чтобы дать интервью, я немножко почувствовал контекст, что у тебя есть какая-то декларация. Ты что-то хотел сказать зрителям, что-то лично от себя, может быть, прокомментировать. Потому что я задаю какие-то формальные вопросы. Может быть, у тебя есть какая-то заготовленная петиция, скажем так, или еще что-то? Ну, слушай, моя цель, как бы, это правда. То есть я не хочу, чтобы была неправда в интернете. Я, на самом деле, с этим очень активно борюсь. Я даже создал общественную организацию, которой сейчас тоже занимаюсь. Она называется комитет по защите от клеветы и фейк-ньюс. О том, чтобы интернет был вычищен от неправды, от лжи. И я пытаюсь изменить закон 230-й знаменитый, который, к сожалению, до сих пор действует в Америке. Благодаря ему поисковые сервисы YouTube, Google, Facebook не отвечают за контент. В Европе закон поменяли, и сейчас там, конечно, проще бороться с неправдой в интернете. А вот Америка, к сожалению, отстает от этой родины интернета. И я, конечно, моя декларация – это то, что если вы что-то прочитали про меня, то я открыт. Мои телефоны, я все отвечаю. WhatsApp, они не менялись у меня 10 лет. Когда я приехал в марте месяца 2011 года, я не менял номера телефона. И спросите меня напрямую, зачем вы собираете грязь, зачем вы собираете слухи. Не слушайте фантазеров, не слушайте полуумных, сумасшедших, неадекватных. Просто задайте мне вопрос напрямую, я вам отвечу. Вот и все. Вот такая у меня декларация. Хорошо, я тебя услышал. А скажи такой вопрос, может быть, ты на нее не захочешь отвечать? Ну, я понимаю, что следствие будет длиться еще очень и очень долго. Но в конце концов, в какой-то счете должно быть вынесено решение, правильно? И даже можно опасаться, что, может быть, какое-то негативное будет принято решение, и тебя попросит из Америки. Если рассматривать такой худший вариант, куда бы ты поехал, если рассматривать самое худшее развитие событий? Ну, при сегодняшней власти в России, конечно, не в России однозначно. Но Лондон. То есть Англия? Да. Ну, мне нравится Кипр очень тоже. Мне нравится Италия, но… Ой, не-не-не, Италия очень специфическое место для проживания, я тебе хочу сказать. Да, ну, на самом деле, как бы, я уже, мне кажется, в любом месте смогу выжить. Но я бы не хотел уезжать из Америки, уж слишком много сил потрачено, и, конечно, я буду бороться. А сам как оцениваешь свои перспективы? Ну, я не могу оценивать, не могу комментировать. Есть юристы, они наняты, они работают. Понял, всё, всё, вопрос снимает с поведения. Презупренность до решения суда, она у всех существует, правильно? Ну, то есть такового суда нет, пока идёт просто следствие, насколько я понимаю? Всегда так, всегда так. И это бывает, что может и три года идти, то есть это непредсказуемо. Понятно, понятно. Ну, спасибо тебе большое за такое интервью. Вот, достаточно кратенько всё получилось. Уложились в такое, достаточно 30 минут, даже сколько там, 35 минут получилось. По хранению зараживаю. Да? Если у меня там будут писать всякие безумные вопросы, вообще любые, ты уже на видео зайди, посмотри, как раз сейчас смонтирую, выложу, поотвечаю. Пожалуйста, пусть вопросы пишут и мне лично, и это, ну, только вопросы должны быть. Должна быть правда, потому что вот это вот то, что там мне писали, что у меня там несколько уголовных дел в Новороссийске. Да, я же тут как бы не хочу сейчас там с каждым разбираться. Мне это абсолютно не нужно. Я немножко пересмотрел взгляды на вот этих хейтеров всех. Хотя, мне, конечно, обидно. Я за справедливость стараюсь всегда. Там, я с НТВ тут судился долгое время, в итоге выиграл. Но, они там тоже, ну, казалось бы, федеральный телеканал, там такое на прилип. Вот. Ну, в общем, если есть вопросы, пишите мне, я отвечу на все вопросы, нет проблем. Ну, тогда у меня вроде бы все. Думаю, что сначала посмотрим на реакцию зрителей, и можно будет что-то еще отснять. Если у тебя какие-то мысли будут насчет того, что сказать в эфир... Пожалуйста, если тут вопросы, значит, можно ответы на вопросы, я отвечу на все вопросы, и книжку покупайте, интересная книжка, поверьте. Там вы просто... Информация, это самое важное, может быть, в нашей жизни. Она стоит денег. А там ценнейшая информация. Я там рассказываю про все свои ошибки. Это мало кто рассказывает. В книжках обычно, знаете, показывают, а, все прекрасно, все классно, успешный успех и так далее. Я говорю об ошибках. Где я ошибся, где я сделал неправильно. И просто, если вы собираетесь эмигрировать в какую-либо страну, в любую, почитайте книгу, вы поймете, какие ошибки не надо делать. Если вы бизнесом занимаетесь в России, тоже почитайте. Сколько я сделал ошибок и пострадал, ну, это жизнь. Да. Ну, тебе спасибо большое. Вот. Засим откланяюсь. И если что-то мне будет интересно, я еще сниму. Все. Всем привет. Все. Спасибо. До свидания.